Девушки отдыхают 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 на работу, тебе это не надо. Ребят, давайте в другую сторону, а то я сейчас это самое. Стоять, 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 стоять. Тебе нормально? А? Ой, боже, нет. Я, пацаны, покидаю вас, потому что не мое, это ваши карусели эти. Ой, э-э-э. Это, сейчас, подожди. Секундочку. Нет, катаемся дальше, короче. Ли десяток с плеч. Давай, знаешь, песни какие-то, да? Нет? Ну ладно, тогда молча. Сидим, едем. Действительно, трехлетние малыши с девяти утра и до часу дня учат буквы, цифры, поют песни и даже плавают в бассейне. Четырех часов в школе для малышей более чем достаточно, иначе они будут переутомляться. А так они позанимались, пообедали и отправились домой спать. Форму и учебный материал выдают, а вот еду надо приготовить дома. Такое удовольствие обходится родителям в три тысячи рупий за месяц. Хотя некоторые вовсе ничего и не платят. В нашем саду действует квота. Четверть моих учеников – дети из бедных семей, которые учатся совершенно бесплатно. И скажу вам честно, я даже не знаю, кто здесь по квоте, а кто нет. Для всех тут равные условия. Учитывая то, что треть населения Дели живет за чертой бедности, для детей из малоимущих семей это чуть ли не единственный шанс получить хорошее образование бесплатно. С наступлением шести лет и до четырнадцати все Делицы обязаны ходить в школу. Государственные школы переполнены. В каждом классе минимум пятьдесят детей. И если в наших школах обычно А, Б и В классы, то в Дели для их обозначения могут использовать половину алфавита. Государственное образование бесплатное, но многие родители пытаются отдать своего ребенка в частную школу, даже если у них нет на нее денег. Для того, чтобы учиться в частной школе в Дели, не обязательно быть ребенком богатых родителей. Достаточно просто вытащить свой счастливый билет в лотереи. Ежегодно мы проводим лотерею среди малоимущих детей и случайным образом вытягиваем фамилии тех, кто станет нашим учеником. Поле чудес прям какое-то. Кроме того, что ребенок до окончания школы может учиться бесплатно, для него создаются все условия, чтобы он не чувствовал себя белой вороны. Обеспечивают формой, книгами. А тем временем родители других детей все покупают сами. Плюс еще платят за обучение 8 тысяч рупий ежемесячно. Это Сатьям и Пракхар. Один из них живет в трущобах, а другой по соседству в престижном районе. Но это никак не мешает им дружить с самого первого класса. А как вы поступали в школу? Вы сдавали экзамены какие-то? Я учился в подготовительных классах этой школы и мне нужно было лишь сдать экзамен для поступления. Чтобы сюда поступить, я заполнил анкету и все. То есть ты заполнил анкету и уже знал, что ты поступишь в эту школу, правильно? Заполнил, а позже узнал, что меня выбрали среди сотен других желающих. То есть ты просто заполнил анкету и потом тебе сказали, что ты выиграл в лотерею? Ничего себе! Но ты обрадовался? Твои родители обрадовались? Сказали, ура! Безумно счастливы! Все мной гордятся! Скажите, а у вас есть буллинг в школе? В моем классе все очень добрые, но к моему приятелю из другой школы постоянно задираются. А у меня такого нет. Ну, тебе это не касается, ты этого не знаешь. А видишь, а вот твой друг знает. Чем вы хотите заниматься, когда школа закончится? Мечтаю стать инженером и, возможно, в свободное время буду писать книги. А я хочу найти хорошую работу и купить дом для своей семьи. Но не все могут себе позволить участвовать в лотерее. Ведь у многих детей попросту нет никаких документов. Потому что о наличии этих самых документов их родители не позаботились. Но даже у них есть шанс получить образование. Всем привет! Меня зовут Сагар, и я ученик 10 класса школы под мостом. Сагар и еще 300 детей учатся в школе, в которой нет ни окон, ни двери, ни даже стен. Школа действительно находится просто под мостом. Преподавателей тут несколько, и они универсальны. Ведут одновременно и хинди, и математику, и историю, и даже английский. В свое время вся родня собирала деньги, чтобы выучить меня в колледже. А когда я получил диплом, то дал себе слово, что буду помогать детям с похожей судьбой. Мы с моим другом сначала проводили занятия в парках под деревьями, а потом поняли, что желающих все больше и больше, и нам надо расширяться. Так 10 лет назад и появилась наша школа под мостом. Тут не звенит звонок. Никто не ставит оценки в дневник, а учителя трудятся на общественных началах. Мы не получаем зарплату. У каждого из учителей есть другая работа. А наша школа существует на пожертвования неравнодушных. Многие ученики этой школы учатся в ней по 8-9 лет. Можно сказать, получают полноценное среднее образование. Вот только чтобы получить аттестат, приглашается комиссия из государственной школы. Она проверяет знания ребенка и выдает ему документ, с которым он может поступить в колледж. Когда я получу аттестат, то хочу стать машинистом поезда и тогда буду каждый день проезжать над своей школой и сигналить детям внизу. Но некоторым ученикам часто приходится пропускать занятия, чтобы помогать своим родителям зарабатывать. Как, например, Мураджу. Ему 12 лет и он работает на стройке вместе со своими родителями. И с ними мне хочется поговорить в первую очередь. Скажи мне, ты давно работаешь уже строителем? Да, уже второй год. А хорошо тебе платят за эту работу, скажи мне, пожалуйста. Я в месяц зарабатываю от 8 до 20 тысяч рупий. Жене моей платят меньше. 3,5 тысячи. А, я поняла. А ты видишь, у тебя тут цемент прицепился, тебе опять не влезет кирпич. Это я тебе как строитель говорю, тебе надо это убрать будет. Хорошо. Я так понимаю, что ты тут и живешь, Поэтому тебе, в принципе, этих денег хватает на жизнь. И с тобой и твоя семья, и жена, и ребенок здесь, правильно? А что вы делаете? Ношу на голове кирпичи, цемент. И еще смотрю за детьми и готовлю еду. На голове цемент? Боже, ну это же очень-очень сложно. Это же тяжело. А сколько килограмма на голове носи? 10 килограммов. 10 килограммов. И сколько раз ты носишь на голове цемент за день? А я работаю по 8 часов в день и без конца нашу мешки. Никогда не считала сколько. 8 часов в день ты носишь цемент на голове. Это с ума сойти. А подождите, а у вас тут проверяющие есть, кто вот приходит и говорит, что ты положил плохо кирпичи, переделывай. Есть такие люди? Есть у нас главный инженер. Он приходит и руководит процессом. Без него никак. Тут многие непрофессиональные строители и работают по знакомству. Серьезно? Вы можете получить эту работу просто по знакомству? Ну а как учиться? Вот цемент разводите, сделать так, чтобы дом, не знаю, не завалился потом, если вы не знаете. Как вы это? Просто на глаз вы это строите все? И все? Упадет, не упадет, это в принципе уже не важно? Но мне кратко объяснили, что и как делать. А остальное уже с опытом приходит. Судя по тому, как они делают кладку, им есть чему поучиться. Ну вообще, для того, чтобы быть строителем, надо заканчивать что-то заканчивать. Ну, по крайней мере, так, как-то я так слышала. Ну, видишь, вон, чинь-чинь-чинь. Что делать? Цемент нужно. Чики-пики. О, молодец. Видите, сейчас я научу людей работать на стройке. Вот, видишь, правильно. Потом, слышишь, поставил кирпич и все говорит, что дом готов. На, вот эта халтура не нужна. Но я все не могла успокоиться, что в разгар учебного дня ребенок работает вместе с родителями. Ничего, что ваш ребенок в школу не ходит. У нас так заведено. Без их помощи мы будем делать дольше, а значит, и заработаем меньше. И он будет работать дальше на стройке? Он иногда ходит в школу, может, получит знания и найдет другую работу. А деньги ты сейчас зарабатываешь? Или все зарабатывает отец, а вы просто ему помогаете? Мне не платят. Ну, ты помогаешь родителям, тоже носишь кирпичи, носишь цемент. Маме помогаешь носить цемент на голове? Да. Молодец, молодец. А можно посмотреть, где вы тут живете? Семья Митхуна и Чхаби переехала в Дель из соседнего села. И таких, как они, тысячи. Из-за того, что в регионах нет работы, многие вынуждены ехать в столицу за лучшей жизнью. Поэтому в строящемся доме живет еще четыре таких семьи, которые тут же и работают. Так, ну, куда идти? А! Сюда. Я так понимаю, что это все квартира ваша, это ваша квартира, да, а тут соседи ваши. То есть, я так понимаю, что тут одна семья живет, тут вот вторая, там третья. Ну, давай посмотрим, что вот сюда. Заходи. Маме, вы тут живете? Да. Да ладно. Господи, господи, господи. То есть, вот тут спишь ты, мама и папа, да? Да. Серьезно? И тут же и готовите кушу, тут вы едите, завтрак. О, смотри, манго на завтрак был у вас, да? Ага. Это и твой брат тоже здесь? Да. Господи, что вам сказать, ребят? Ну, честно говоря, у меня нет слов. Я их тебе хочу сказать, пока нет родителей, нужно ходить в школу. Вот честно тебе скажу, нужно ходить. И брату своему скажи. Понял? Да. Вот так. Ну что ж, теперь отправлюсь в гости к тому, кто закончил школу, да еще и выучился на адвоката. Интересно, как Амиту и его родителям живется в Дели? Вот вы живете в Дели, имеете свой бизнес, работаете, имеете образование, дом. Вот вы, когда сталкиваетесь вот с этой бедностью, с людьми, которые живут в трущобах, вот вам, ну, не страшно, вот вы не хотите что-то изменить? И вообще, возможно ли что-то изменить? Потому что смотреть на это, ну, без слез практически невозможно. А вы с этим живете каждый день. Нам больно понимать, что вокруг нас много бедных людей. Но среди тех, кто живет в трущобах или в палатках под мостом, есть те, кто зарабатывают и по одной тысяче рупий в день, а ведь это немало. Но они либо отправляют все в свои села, либо пропивают. Проблему с бедностью можно решить, надо развивать регионы, создавать там рабочие места и давать детям образование. Тогда все не будут бежать в Дели. И еще хочу заметить, что те, кто живет бедно, не сидят в депрессиях. Они благодарны за то, что имеют и их чаще всего все устраивает. То есть вы хотите сказать, что в Индии люди не подвержены депрессиям? Депрессия – болезнь богатых. А простым работягам главное поесть, поспать и заработать. Они живут и радуются жизни. То есть, ну правильно, им просто некогда правильно заниматься депрессией, надо работать. Амит – сын обеспеченных родителей. Его отец всю жизнь развивал свой бизнес, а мама следила за хозяйством. Несмотря на то, что родители в свое время женились по договоренности, сыну они дали возможность выбирать жену самому. Я знаю, что принято в Индии жениться по договоренности родителей, но сын ваш женился по любви, насколько мне известно. Сейчас жена просто отсутствует, но тем не менее, ты пошел против воли родителей или вы просто решили не вмешиваться? Мы любим нашего сына, поэтому принимаем любой его выбор. Вот вы женились по договоренности, а ваш сын по любви. И вот какой брак крепче должен быть по идее? Не могу сказать, что наш брак не крепкий, но все же любовь – это сильная штука. Лучше жениться по любви. Ну вот, любовь спасет мир, как говорят. Пока мы болтали, Амит так интересно всегда кивал, что я решила уточнить у него, что значит этот жест. А в Индии вот этот знак это что означает? Нет или да? Да нет, наверное. А нет такого? А как будет нет? Нет, вот так будет? В Индии не говорят нет, всегда только да. Но если вам сказали да, завтра, знайте, что этого не случится никогда. То есть только да? Да. То есть вы можете мне вот это дать? Наверное, да. Наверное, завтра. То есть это означает нет, да? Да, да, да. Вот это язык, понимаете? А вы говорите язык жестов, понимаете, не понимаете? Да, вот все что угодно. Жанна, ты закончишь когда-нибудь разговаривать? Да? Вот если завтра, завтра, я закончу все завтра. Амит со своей супругой и родителями живут в квартире в 200 квадратов, которая оценивается в 25 миллионов рупий. Ежемесячно за коммунальные услуги они платят до 15 тысяч. Амит говорит, что для нормальной жизни в месяц надо зарабатывать около 100 тысяч рупий, что он с легкостью и делает. Но на такую зарплату могут рассчитывать только те, кто получил высшее образование. Из-за огромного количества людей конкурс везде и всегда сумасшедший. Тысячи студентов могут претендовать на одно и то же место в УЗИ. Стоимость образования стартует от 20 тысяч рупий и может достигать миллиона рупий за год. Несмотря на то, что миллионы мечтают стать инженерами или медиками, многие студенты мечтают о совершенно другом будущем. Если бы я родилась в Дели, то, конечно, после школы пошла бы учиться не в экономический и не в строительный. Это уже ошибки молодости мы давно исправили. Я пошла бы учиться в театральный институт и, скорее всего, была бы боливусской актрисой. Не? Ну, надо учиться было бы долго. Да, мир индийского кино так и манит молодых людей. Но прежде, чем заблистать на больших экранах, их ждет долгий путь. Мы сейчас со студентами первого курса будем смотреть этюд выпускной. Ребята выучили слова. Сейчас это очень волнительно, очень я, конечно, переживаю. Четыре часа человек учил слова. Я учила трое суток. Не знаю, как вы за четыре часа можете что-то выучить так все быстро. Но сейчас мы все это и посмотрим. Я была в предвкушении сцены из танцора диска или зитой гитты. Мысленно вспоминала движение, но увидела я нечто другое. Ты мне больше не сын. за что отец? А почему ты так говоришь, что я сделал? Почему ты так говоришь, что я сделал? Теперь понятно, как они за четыре часа выучили текст. ставили этюды чехов всю классику ставили, а они ставят этюды по индийскому курицу. Вызвал муж моей женой. Я могу быть женой. Ну ладно, дадим дорогу молодым. Посешусь сегодня на лавке запасных. Настоящий индийский паспорт. Игра совсем другой школы. Это чувствуется. Смотили. Поцеловали. Это сердце. Да. Такой вот первый курс качать. Девятый полосы студента, как и мы все были. Интересно, они что-нибудь слышали про систему Станиславского? Станиславский? Что вы имеете в виду? Это профессор какой-то? Надо поискать в интернете. До Болливуда все же стоит еще немного поучиться. Но часть будущих актеров чувствует, что удача может им не улыбнуться. Поэтому, чтобы не остаться у разбитого корыта, готовят план Б. На всякий случай я учусь параллельно на экономиста. Не стану актером, так бухгалтером на киностудию пойду. Мама будет рада. Делийские студенты успешно совмещают несколько специальностей. Благодаря этому они становятся профессионалами с уникальной квалификацией. Как и холодный чай фьюсти сочетает в себе сразу несколько ингредиентов. В результате получается уникальный фьюжин чая, фруктов, ягод и трав. А пока одни грезят кино, другие день и ночь работают, чтобы жители Дели и все остальные Индии были в курсе последних новостей. Мы на центральном индийском телевидении. И, конечно же, нам очень сильно интересно и нам, и мне, и вам очень интересно узнать, каково же это работать на центральном телевидении в Индии, сколько они зарабатывают телеведущие, кто их одевает, красит и как они вообще работают. Интересно? Сейчас все и узнаем. Ну, вообще прикольно так сидеть, да? Так, знаешь, тут ухо. Да-да, алло-алло. Все-все, я поняла, хорошо. Ухожу, ухожу. Идем. Работа в этом здании не останавливается ни на секунду, пока одни выпускают новости, другие отслеживают конкурентов и готовят новые сенсации. честно говоря, я когда училась в университете, я вот мечтала вот находиться вот в этой атмосфере. Обожаю телевидение, вот понимаете, тут все камеры, тут прямо вот идет монтаж, вот тут вот, посмотри, тут вот студия прям прямого эфира, сейчас вот выключили ее, но через несколько минут уже прямо начнется тут работа, представляете? Но самое главное, идем покажу, что? Тут на каждом этаже есть кофемашина и человек в шапочке, который раздает тебе еду и кофе. Ну разве ли не прекрасно, а? Работа на телевидении с человеком с шапочкой с кофе и в такой шикарной атмосфере. Разносчики чая в офисах это очень популярная профессия в Делли. В месяц такой работник может зарабатывать до 14 тысяч рупий. Но мечтая о работе на ТВ, никто не хочет носить чай и воду. Все хотят в кадр. Как, например, Туя Синг. Она уже год в прямом эфире ведет утренние новости. Как она протоптала себе дорожку на телеэкране, сейчас мы и узнаем. У вас сложно устроиться работать на телевидении? Мне пришлось полгода проработать в Ньюзруме, прежде чем попасть в эфир. Я прикладывала максимум усилий, чтобы руководители увидели мое желание и рвение. Слушай, но ты своими руками переплюнул даже меня. Как ты ведешь новости и держишь свои руки прямо. Мне все время говорят, Жанна, не маши руками. А ты мне рассказала два слова и уже своими руками намахала. Тебе говорят, что убирай руки, убирай руки. Говорят тебе такое? В жизни я очень эмоциональная и не могу сидеть ровно. Первое время мне говорили Тойя, спрячь руки, Тойя, не трогай волосы. Поэтому мне потребовался год, чтобы в кадре быть сфокусированной и не отвлекаться. Теперь, когда включается камера, я становлюсь другим человеком. Это очень сложная работа. Я представляю, мне бы сказали, Жанна, сиди ровно, руки засунь куда-нибудь, чтобы их вообще у тебя не было, волосики ровненько, ровненько, еще кто-то тебе в ухо говорил, я бы с ума сошла, честно говоря. Что нужно, чтобы быть телеведущим на канале? Связи, деньги, блат, иметь мужа хорошего или просто талант? Если что, я не замужем и мои родители работают в совершенно другой сфере. Чтобы стать ведущей, надо постоянно развиваться. Ты должен быть в курсе всего на свете. Я встаю в 3 часа ночи, чтобы подготовиться к утреннему выпуску новостей. Это сложная работа. Я говорю то же самое, что все думают, что это очень легкая профессия, что мы тут просто кувыркаемся и радуемся. Нет, дорогие мои, это очень сложно. И вот это не мои слова. Вот человек говорит, понимаете, что это не каждый еще выдержит. Ну хорошо, не ты, а вот кто-нибудь тут есть по знакомству работает, по блату работает, вот как говорится. Кто-то же у вас все равно есть. Жанна, я думаю, ты и сама понимаешь, что такие люди не задерживаются долго, поэтому их тут нет. Ведущему надо или выжимать из себя все соки, или вообще не браться за эту работу. Это не кино и не сериал. В прямом эфире не переснимешь по 100 дублей. Телеведущие в Индии это обеспеченные люди. Что ты себе можешь позволить на свой гонорар? Я только в начале своего пути, поэтому роскошной вилой и дорогой машиной не могу похвастаться. Зарплата начинающего ведущего стартует от 30 тысяч рупий. И спустя десятилетия, когда ты уже звезда, то можешь зарабатывать и 200, и 300, и даже 400 тысяч рупий в месяц. Такая яркая девушка, как Туя, не могла не попасть на телевидение. Но в Дели не так много девушек строят карьеру, ведь до сих пор принято посвящать себя и свою жизнь мужу, детям и домашним делам. Но, например, Саткну и Рену это никак не огорчает. Они с раннего утра и до поздней ночи занимаются домашними делами, но при этом абсолютно счастливы. Их мужья – родные братья, и обе семьи живут вместе в небольшой квартирке. Как же им удается уживаться? Ну, вот, друзья, я обожаю заходить в дома, смотреть, как люди живут. И вот мы в стандартной квартире в Дели. Ну, что вам сказать? Классика жанра. Диван. Кондиционеры, так думаю, два кресла, спальное место, намасте. Вот хозяин, вам не жарко в джинсах? Боже мой, это такая жара, а он сидит в джинсах. Будут вентиляторы, спасают вас, это хорошо. Тут надо ремонт сделать, мне кажется. Да? Потому что потолок красивый, а здесь, видите, отвалилось. Да? Ну, как у меня есть строительное образование, первое, если что, я могу. Так, дальше наша квартирка. А дальше еще несколько спален, в одной из которых отдыхает отец семейства. Вспомогательная кухонька и ванная комната. Не побоюсь этого слова. Итак, что у нас? А! Супер! Туалет со всеми удобствами. Бойлер, на секундочку. Три крана. Очевидно, здесь принимают душ, я так понимаю, да. Тут принимают душ, вот, прямо место. Тут же туалет, то есть, все есть. Намасте! Ага, а это главная кухня. Ой, я уже запуталась, короче, в вашей квартире. Вот, смотрите, тут они, хозяйки, готовят, готовят, да? А что вы сегодня будете готовить? Панида. Панида? О, супер, панида, это на обед, да, вы будете готовить? Что самое интересное, что мужчины все отдыхают, а женщины все делают, делают, у вас такие, прямо, активные женщины. Ну и как же без заднего дворика? Так, что, ой, ай, ударилась. Выход во двор, так сказать, птички поют. О, посмотри. Ну, не 33 коровы, но 3 точно есть во дворе коровки. Но это же Индия, и коровы тут никого не удивишь. Прогуливаясь по улице, запросто можно встретить толпы бродячих священных животных, которые чувствуют тут себя не хуже местных жителей. Это ваши коровы? Нет, соседские. А, не, не ваши. А, я поняла, соседские пришли к вам, да? У нас бездомные собаки могут зайти, коты, а у вас коровы. Очень интересно. Вот такой задний двор. Так, надо пообщаться. У меня возникло очень много вопросов к жителям этого дома. То есть вы все живете в этом доме, я правильно понимаю? Да, верно. 8 человек живет, то есть, я, конечно, очень прошу прощения, я насчитала 3 спальни. Как вы спите? Я очень прошу прощения за такой вопрос, но мне просто интересно. Мы уже научились правильно распределять территорию. А вот расскажите, как в такой большой семье начинается день? Вот во сколько, кто первый просыпается? Я встаю самая первая. Да, Садхна и Ракеш просыпаются первыми. Садхна готовит завтрак и обед для мужа. А когда он уходит, и мы все просыпаемся. А я знаю, что вы женились, то есть, вот два брата, которые женились на своих женах по договоренности, да? То есть, родители как-то вас, как сказать, заставили, или нашли вам вторую половинку, и вы женились. Я правильно понимаю? Никто никого обычно не заставляет. Родители подбирают невесту, показывают ее фото, и если она нравится, то назначается свидание. И если свидание проходит успешно, уже тогда свадьба. Слушайте, ну, может быть, я уже так часто это слышу, что, может быть, это и прекрасно, потому что вот я выходила, разводилась, выходила, разводилась. Мне родители никогда никого не искали. Может быть, вот из-за этого и проблема. Понимаете? А так родители сказали, нашли и все. А вот сейчас прошли уже годы, вы уже живете все вместе. У вас появилось чувство к друг другу, любовь какая-то. Или вот вы так вот, как родители сказали, так и живете? Скажу за себя и за брата, мы не представляем своей жизни без наших жен. Мы уже как одно целое. Если это можно назвать любовью, то тогда это она и есть. А это правда, что когда женщина выходит замуж, она должна иметь огромное приданное. И родители его собирают всю жизнь для того, чтобы девочка, когда выходит замуж, ей дать, а иначе ее никто замуж не возьмет. Правда? Да, правда. Обычно это золото, мебель или посуда. Мы для своей дочери с самого ее рождения собираем. С девочками, с приданными мне все понятно. А у вас же вот еще молодой человек на выдане. Он живет вот такой взрослый мужчина. И где ваша невеста? Рано ему еще, чуть позже. И скажи мне, вот ты ходишь на работу, ходишь куда-то с друзьями, у тебя 27 лет, ты же же не маленький ребенок. Ты ни разу не встречал девушку, чтобы она тебе понравилась? Нет, у него были только подружки. Мне нравится, что это мама сейчас сказала. Значит, мама знает про твоих подружек, видишь, все контролирует. Моя мама, вы знаете, ничего не знала про меня, поэтому у меня вот так вот... Родителям обязательно должна нравиться моя невеста. Ведь пока я буду на работе, она весь день будет с ними. И так до самой старости. Вот это жизнь у твоей жены будет. Намечается интересненько. А скажи мне, а ты не хочешь отдельно жить от родителей? Или у вас категорически это не принято? Все должны жить все вместе. А зачем? Какой смысл жить отдельно? Да и жене будет скучно. Ой, вот то, что твоей жене будет скучно, ты за это не переживай. Площадь квартиры 82 квадратных метра. В месяц на коммуналку уходит от 2 до 4 тысяч рупий. В зависимости от сезона. Летом кондиционер и вентиляторы работают безостановочно. Финансово обе семьи могут себе позволить жить отдельно. Вот только они и не понимают, зачем. Семейство Яда живет в самом обычном в среднестатистическом районе Дели, где на каждом шагу можно встретить представителей очень интересной профессии. И речь идет о гладильщике одежды. Иногда по дому столько хлопот, что не успеваю погладить. И тогда на помощь приходит наш сосед-гладильщик. Ежедневно сотни гладильщиков выходят на улицы Дели и гладят людям белье. Но несмотря на все разнообразие электрических утюгов, делийцы выберут его чугунного прадеда. Засыпав уголь в своего железного друга, гладильщики приступают к работе. А она, скажу я вам, оказалась не такой уж и легкой. В прямом смысле этого слова. Ты работаешь с утра до вечера? У меня восьмичасовой рабочий день. Слушай, а можно я говорю... Ну он такой тяжелый, капец, как ты его поднимаешь? Обычный себе утюг. А почему ты не возьмешь нормальный утюг и не погладишь им? Уголь дешевле электричества. Хочешь, я тебе помогу? Я тебе заработаю деньги, а ты отдохнешь, хочешь? Я умею гладить, кстати. Я правда хорошо глажу. Реально, хочешь, сделаю тебе? Смотри, сейчас дай я тебе покажу. Я знаю, как надо гладить. Смотри, я что тут думаешь? У меня три мужа было. Ты что думаешь, я рубашки не гладила никогда. Правда, давно уже не гладила. Да я... Ё-моё, как ты это делаешь? Слушай, а сколько держит этот уголь тепла, скажи мне, в утюге? Всего час. Господи, мамочка... Нет, друг, извини, работа тяжелая. Зарабатывай свои деньги сам. Я свои деньги сама зарабатываю. Фу. О, ты та еще хозяйка. В смысле, плохо погладила? Не надо рассказывать. Где плохо было? Смотри, все глажено. Ты просто перфекционист, так сказать. Если бы я так гладил, то моей семье нечего было бы кушать. А теперь внимание. Базу за час успевает выгладить 50 рубашек. Просто супергерой. Человек-утюг. Страшно представить, сколько рубашек он выгладил бы электрическим утюгом. Покладите одну рубашку. Сколько стоит? Четыре рупий за рубаху. Скажи мне, пожалуйста, на районе у вас много гладильщиков таких, как ты, или ты единственный? Ну, человек 30. Есть конкуренция между вами, что кому-то носят больше одежды, а кому-то меньше? Я делаю свою работу хорошо, поэтому у меня всегда будут клиенты. А не хотел бы поменять работу, я не знаю, чем-то другим заняться. А где же я найду другую работу? Не буду тебе мешать зарабатывать деньги. Все, давай, я пойду. А я пойду зарабатывать тоже сама. Ты знаешь, я сейчас тоже работаю. Я на работе, потому что так жарко у тебя на рабочем месте. Пойду куда-то в кондиционер. Базу – единственный кормилец в семье. Из-за того, что ему приходится 6 дней в неделю по 8 часов тягать 6-килограммовый утюг, под конец дня руки словно ватные. Он сказал, что его спасают специальные аюрведические мази. После них он чувствует себя как мальчик. Теперь неудивительно, что аюрведа на протяжении многих лет пользуется успехом во всем мире. В Деле огромное количество аюрведических клиник, которые занимаются оздоровлением не только тела, но и души. Благодаря курсам массажа и специальной диете вы сможете сохранить свое здоровье на долгие годы. Аюрведа универсальна. Лечит и психологические болезни, и любые расстройства в организме. Недельный курс процедур обойдется примерно в 30-40 тысяч рупий. Чтобы стать специалистом и лечить людей с помощью аюрведы, необходимо закончить университет. На старте карьеры зарплата не будет превышать 25 тысяч. Но такие же зарплаты у начинающего учителя в школе или юриста. Поэтому главное, чтобы работа нравилась. Я уже 20 лет пользуюсь аюрведой, и благодаря этому чувствую себя молодой девчонкой. Не зря говорят «береги здоровье с молоду», но у каждого свои секретики. Не думайте, что я остепенилась и начала здоровый образ жизни. Хочу вам показать тут несколько приемчиков йоги. Ничего подобного. Я просто пришла в гости к обыкновенной местной пенсионерке. Ума, нам еще долго так вот сидеть? Я не могу уже, клянусь тебе. Давай, хватит, пожалуйста. О, Господи. Ума с 16 лет занимается йогой, поэтому в свои 63 чувствует себя превосходно. А вот я занимаюсь йогой всего лишь 5 минут, поэтому мне не очень. Ума, а чем ты занималась до пенсии? Я всю жизнь обучаю людей йоги. Ты сейчас получаешь пенсию, да? Нет, 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 я ничего не получаю. Пенсия положена только госслужащим. Остальные люди вынуждены всю жизнь копить. Но вот если не удалось, то они продолжают работать. То есть расслабиться на пенсии здесь, в Дели, это практически невозможно, потому что нужно все равно работать. Правильно, нужно иметь деньги. Если грамотно подготовиться, то можно и расслабиться. А я вот живу на накоплении, и мне помогают дети. Ага, то есть все-таки дети – это наша главная надежда и опора, понимаешь? То есть хорошо. Ома, но ведь не все так люди живут в Дели на пенсии, как ты. Ну, скажи честно. Конечно, не все. Многие еле сводят концы с концами. Многие жители Дели, выходя на пенсию, не имеют никаких накоплений. Ведь всю жизнь они зарабатывали ровно столько, сколько тратили. Пенсию получают единицы. А те, кто не подготовился, вынуждены или продолжать работать, или жить со своими детьми. Скажи мне, Ома, а как ты думаешь, почему так много людей живет тут за чертой бедности? Все от необразованности. Чтобы страна жила хорошо, надо, чтобы каждый ребенок ходил в школу и получал образование. Тогда и все остальные заживут отлично. Так, ну скажи мне, ты счастлива на пенсии сейчас? Я очень счастлива, потому что я создала сама для себя это счастье и не ждала какой-либо помощи. Каждый из нас сам вершит свою судьбу. Поэтому, чтобы завтра быть счастливым, давайте уже сегодня что-то для этого сделаем. Один, два, три... Жизнь в Дели слабо напоминает красочное индийское кино. Но какой бы странной и сложной нам не казалась их жизнь, сами индийцы ко многому привыкли и не представляют своей жизни без... Бродячих коров. Без сумасшедшего трафика на дорогах. Без острой пищи. Без огромного количества людей повсюду. Без своей большой родни. Дели и есть моя жизнь. Как бы ни складывалась наша жизнь, мы всегда хотим верить в хэппи-энд. А пока мы его ждем, давайте смотреть жизнь других.